Меня зовут Александр Паташов, я последние 6 лет, ну, я одноклассниками тоже занимаюсь, но в том 6 лет занимаюсь локализацией DGN, то есть переводом на русский язык интерфейсов. И вопрос ко всем. Вынимите, у кого в качестве основной рабочей среды плазмы? Немного людей, видимо, я ожидал 30%, потому что 30% пользователей Linux по статистике используют KDE плазму либо четвертую, либо пятую версию. Видимо, здесь не все Linux Wordы. Ошибаешься. У меня одного есть как бы вот с маками. У меня есть, у меня дома десктоп есть на Linux уже. В 96-ом году был такой чувак, но и сейчас он тоже жив, Матиас Эдрих. Он инициировал проект по созданию рабочего окружения. Тогда он назывался KDE Desktop Environment. И с самого начала разработка была на C++ и на Qt. Тогда была первая версия Qt. Сейчас Grimor Qt эволюционировал и последняя версия пятая. И то, о чем я вас спрашивал. Основной продукт это окружение рабочего стола также очень быстро. То есть, ну не в 96-ом, а чуть позже появились первые приложения. И сюда надо был сэклиншот слоу ставить, который вы вчера запустили. Ну, в Сибирске, когда я, наверное, выиграл. Понятно, что меня запустили. Ну, какие еще особенности, что библиотеки выпускаются под лицензией RGPL. То есть, можно в закрытых проектов коммерческих использовать, если у вас динамическая линговка. Остальные приложения под RGPL. И если вы становитесь разработчиком в качестве волонтера, либо... То есть, получается доступ на запись какой-то репозитории с кодом, то вы получаете доступ на запись везде. Я, например, начинал как переводчик, но я иногда переключаюсь на разработку, и мне не нужно было запрашивать доступ на запись к какому-либо репозиторию. У меня он с самого начала был ко всем репозиториям. Это дает большую гибкость, скажем. А если у вас приложение зависит от нескольких библиотек, то, скорее всего, если вам нужна какая-то новая фича, вам понадобится что-то исправить в этих библиотеках, и вы не должны обращаться каждый раз к майн-трейнеру каждой библиотеке, вы идете в код, и все исправляется сами. Это намного проще, если... То есть, там гид используется, да? Да. Гид может любой коммитить. Без какой-то ревью, без всего. Прямо-прямо. Да, технически можно коммитить куда угодно. Чуть позже я... Подожди, а там какой-то контроль веток есть? То есть, ты можешь комминить все в мастер? Да, можно. Чуть позже. Я думаю, что так. Ну, есть иногда кодинг-регион в некоторых проектах предназначительный, но об этом подробнее о следующих слайдах или квестах. В этом смысле, билды из гитара более опасны, чем билды из торговых выпущенных. Потому что торговый делает какой-то человек, он скажет, ну, мейнтейлер. Ты еще скажешь, что он все смотрит? Нет. Ну, нет, конечно же. Хотя бы... Смешками, то сказал, ну, это вроде нормально. Да. А замечательно, я бы сказал. Больше. Так, давайте, поскольку, ну, не все пользуются KDE, может быть, кто-то даже не слышал, что это такое, небольшой обзор по тому, что есть сейчас, какие самые активные проекты, где больше разработчиков. Например, плазма. Это окружение рабочего стола, то есть панелька, рабочий стол с виджетами, комнаты. Это такая фича, похожая на виртуальные рабочие столы. Если вы знаете, что такое виртуальные рабочие столы... Windows копировала. Ну да. У DC там сейчас такое. Рабочие столы, это была штука, что у вас окна могут быть... На каком-то одном рабочем столе, потом переключайтесь на любой, и там нет всех предыдущих окон. Но это в любом счет. Сейчас везде. То, что называется activities, и я не знаю, как устроено в Gnome. В Gnome похожая вещь называется workspaces. Но я сейчас скажу только про плазму. Как там сделаны эти activities или по-русски комнаты. Это не только переключение между разными наборами виджетов на рабочем столе и на панельках. Еще, то есть activities направлены на смену типа деятельности человека. Например, если ты, например, записываешь какую-нибудь песню, у тебя типичная органика работает, что у тебя запущено определенное приложение. Приложение на редакторе, да. И, например, поскольку пишется постоянно, нужно предотвращать то, чтобы, например, ноутбук не засыпал, когда идет запись или сейчас идет презентация, я на самом деле не пользуюсь. Ну, то есть это предустановки на странице. Полезно было бы так. Насколько я понимаю, в некоторых, то есть это все зависит от приложения, то есть конфигурация в, как по-русски? В английском. В activity, то есть для каждого activity у тебя своя конфигурация. Например, в текстовых редакторах, то список последних файлов разный для каждого activity. Но это может быть реализовано в каких-то приложениях, какие-то просто... Ну, сама возможность, хорошо. И это сделано в компактной библиотечке все, то есть не нужно тянуть кучу зависимости теперь. А что еще в Plasma? Это стрек-ап поиска и запуска. То, что обычно вызывается в pte3, pte4, pluader2 и в gnome тоже. Ну, что в WinZ было диалогом запуска команд, в Plasma это не только диалог запуска команд, это еще поиск файлов по чему угодно, по метаданту. Ну, где тоже так? Там есть индексирование примерно как... Ну, в WinZ я не видел последней версии, я видел на Mac. То есть это поиск не только по файлам, по рекламной почте, по контактам. Ну, в общем, по контактам. А QML? А QML это такой... А там модный... Извини, там бэкэнд для поиска, что используется? Что-то свое там? Там используется... Т.е. а Канаде все еще используется или не в Мушказме? А Канаде вообще не для этого используется. Сейчас раньше использовался не по Mac. Сейчас используется валу. Из чего в Plasma 4, в последних версиях стабильных, уже был валу. Сейчас он есть в 5-й плазме. И из него выпилили семантику. Т.е. теперь это только поиск. Нет связи между... Скажем, ты скачал файл с какого-то сайта. У тебя, к сожалению, сейчас не будет уже методанных. Не будет тематика, откуда ты его скачал. А ввернут или на себя? Ну... То есть я понимаю, почему выпилили? Потому что это безможно тормозило. Нет. Я думаю, не из-за этого. Тормоза были... Видимо, из-за просто каких-то неправильных технологических решений переписали заново для того, чтобы было... Я просто пользовался KDS 1, 1, даю себе 5. Потом я дропнул как-то. Потом он начал сильно тормозить. В Канаде? Ну, когда появился 4.0... Ааа... Да, это было... Т.е. вот Gnome 3.0 можно было использовать? Даже после... А после KDS? Я думаю, это будет. Я думаю, что... Сайду тогда еще можно сказать, что в плазме интерфейсы сделаем на QML. Это такой декларативный язык. И фишка в том, что он... Интерфейсы на QML выглядят одинаково хорошо на десктопе и на мобильных устройствах. И по этой причине... Я немножко забегаю вперед. Некоторые пишут поэтому на QML для того, чтобы потом быстро портировать на мобильные устройства. Plasma Mobile это... Плазма, которая запускается. Но это пока что прототип. Есть видео с демонстрацией. Я сам не пробовал ставить, потому что у меня один телефон, я могу только... Либо я Plasma Mobile поставить, либо пользовался моими любимыми приложениями для Android. Я предпочитаю пока что, чтобы у меня все-таки были какие-то полезные приложения. Что значит, какие продукты? KDFIM это... Ну, это аббревиатура, персональный информационный менеджер. Он включает почтовый клиент, объясню книгу, органайзер. То есть, календарь с событиями. И все это интегрировано. То есть, открывая в почтовом клинице какое-то письмо, можно сразу добавить человека в контакты. Это в адресной книге будет видно. Это сделано... Начиная с... Где-то... 2011 года. По велосоканазе. Это... Хранилище данных. Для всего этого KDFIM. Плюс, например, в том, что если падает почтовый клиент, тогда вы не цените с собой все остальное. И если даже закрыт почтовый клиент, у вас будет уведомление о новой почте входящей. Потому что клиент аниме или поп-иде, он будет в фоне работать в авельном процессе. Ну, вы можете подумать, что вот о Канаде он такой клиент серии. На самом деле, к сожалению, нет. То есть, если вы попытаетесь к одному серию на канале с разных компьютеров подключиться, будут проблемы. То есть, это предназначено вот чисто для... для упомяточивания архитектуры того софта, который рано. Кто использует KDFIM? Ну, по отзывам... Это там все плохо, да? Но в город Мюнхен, в нем городские власти решили перевести все государственные службы на Linux. И там 10 из, что ли, больше на рабочих станций. Все это отработает на Linux. И сейчас последняя версия, она основана на KDFIM. Все-таки четвертой версии. То есть, они отстают где-то на 3-4 года. Я так понял, что они уже все перевели. Правда, у них там новый бургермайстер пришел, который сказал, что давайте все обратно открыть. Нет, они перевели, я имею ввиду, что... Почему нет? Нет, было там... Я имею ввиду, что раньше у них стоял KDFIM версии 3, а X3 стоит... Ну, возможно, еще не все машины перевели, но последняя версия, которая не так давно вышла, то есть, в течение последнего года, это KDFIM 4.что-то там. То есть, какая-то Enterprise-версия на основе KDFIM. Почему я выделил проект? Потому что у него много активных разработчиков. Месяц назад, то есть, чуть больше, в Швейцарии был спринт для... Он называется Random Meetings. И там было 6 или 7 разработчиков именно KDFIM. Они работают либо на KDF, либо на коллаб. То есть, несколько человек на фултайме занимаются практически... Ну, у них и, видимо, какие-то другие должностные обязанности, но в том числе они занимаются... Еще один очень успешный проект — это Krita. он вырос из... Он под проект Kalligry. Kalligry — это офисный пакет, но не очень успешный. Но какие-то это программы для рисования. И где-то 4-5 лет назад они решили сменить направление, быть не просто каким-то конкретическим редактором, а направить усилия на поддержку тех требований, которые предъявляют к ним художники. То есть, конкретно поддержку геотических планшетов. Множество кистей, которых... Кистевых движков там больше, чем в Photoshop. И они разнообразны. И в предыдущем году, в 2014-м, летом они подняли на кикстартере 20 тысяч евро. В этом году 30 тысяч. В этом году в качестве целей заявляли... На кикстартере заявлялись поддержка анимации, то есть рисование небольших мультиков, которые... Несколько кадров. И ускорение рисования гигантскими кистями, то есть, скажем, кейс тысяч на тысячу пикселей на толсте 8 на 8 тысяч пикселей. Это достигается... Ну, частично достигается за счет масштаба. То есть, если вы смотрите не в один к одному на экране, тогда у вас кисть фактически не тысяча на тысячу на экране, а какой-то, скажем, 250 на 250. Не нужно делать всех этих вычислений, чтобы в реальном режиме было плавно... Чтобы плавно все рисовалось. То есть, это такой обманный маневр. Мы не полностью все качественно рисуем сразу, рисуем потом, но как можно быстрее показываем пользователю то, что он ожидает увидеть. Но есть там еще какие-то другие ухищрения, как можно ускорить основания. Этим занимается разработчик из Москвы, Дмитрий Кизаков. И он один из двух людей, которые получают за это деньги. И вот эти деньги, двадцать и тридцать тысяч, из чьего они все примерно Дмитрию уходят за оплату. А другой человек, который менеджер проекта, он получает деньги из других источников. Ну, то есть, это тоже пожертвования. И какие-то деньги приходят от главной организации. Это уже не Crypto Foundation, а KDEV. То есть, KDEV, некоммерческая организация, которая получает какие-то пожертвования, и сейчас отдает на разработку ключ. Другой проект. Над ним работает очень активный француз Жиль Калия. Это менеджер альбомов такая. Я как-то не очень укроплюсь, да? Ну, вы все видите. Там можно сделать несколькие-то эффекты. Главная особенность, то есть, как я понимаю, удобство в том, что можно с альбомами, мы не будем делать как угодно, сделать бложные альбомы. Недавно переработали работу с метаданами, то есть можно из одного формата метаданных быстро по определенным правилам преобразовывать их в другой формат, скажем, из XMP в XZ. Ну и всякие модули для выкладывания в ВКонтакте, в Facebook. Еще один проект. Над ним работают тоже несколько человек. Одна из новинок, которые недавно они включили в основную ветку. Будет использоваться KDF-Clank. То есть, если вы слышали компилятор Clank, это замена, ну, GCC такой старый. Clank называли, он по архитектуре более удобный для того, чтобы его использовать как парсер для IDE. KDevelop это IDE. Она в основном нацелена именно на разработчиков GDE, то есть на C++, Q. Так они его как компилятор используют? Либо только как парсер? Просто а в GCC тоже есть либо, что ты можешь GCC использовать для парсер? До этого в KDevelop использовалось, ну, видимо, в GCC не очень удобное либо, потому что его уже не используют. Раньше в KDevelop использовалась какая-то своя парсер. Но она была не очень хорошая. Я замечал проблемы с вложенными микросами. Define что-то там. И если, ну, скажем, boost-тест у меня выдавал постоянно ошибки в парсеру, если там boost, ну, сравнение какое-то, проверки на сравнение на радость банальную, и уже это не работало. А поскольку в кланге быстрое развитие происходит, то последние фичи и 11-х плюсов, и, возможно, уже из следующих стандартов поддерживаются. И таким образом нет необходимости поддерживать самостоятельно парсерку, которая есть клана. еще один проект, о котором вы, возможно, не слышали, это KD Connect, связь между Android и десктопом. На десктопе вы запускаете демон, на андроиде вы ставите мобильное приложение, и можно управлять с Android. Что там, вижу сразу на компьютере и вложу его на компьютер. То есть не нужно его смотреть в телефон, это работает через локальную сеть Wi-Fi, то есть и компьютер, и телефон должны быть подключены к одной сетке, к одной посетине. Тогда они автоматически видны, видят друг друга. И еще полезная вещь, это управление проигрывателем, если у вас, например, на компьютере играет центр. А в середине есть улицы? По Wi-Fi. По Wi-Fi. По Wi-Fi. По Wi-Fi. Какая стоит защита Wi-Fi, такая будет. А если ты в кастрюлю, то там в кастрюле сидит. Да, там есть домашние... Пришел к тебе сосед. Он сказал, что он лучше к себе думает. Ага. Ага. Нет, я думаю это безопасно. Нет, этого нету. Там нету. Почитается. Как можно сказать? Откинулись на диване, запустили на компьютере фильм и управляют с мобильника. Есть только по e-mail телефона отслеживать. А по e-mail что? Не e-mail, а серийный номер. У телефона есть свой серийный номер. Ты в КДКоннекте регистрируешься, что именно с этого номера управлять. Ну там делается по названию девайса, я точно не знаю как. Но девайс можно любой... Другой... Ну если ты запросил подключение к компьютеру с твоего телефона и ты знаешь, что... Ну и тебе пришел один запрос, конечно ты должен его подтвердить, потому что... Ну кто еще мог? Да, кто его не знает. Да, кто его не знает. Нет, а если бы кто-то еще отправил, тогда у тебя два запроса. А может и не пришел этот запрос? Ну тут можно еще понадеяться на то, что Wi-Fi обычно закрытый бывает. И свечку поставить. Но дома не только ты пользуешься Wi-Fi. На самом деле была такая проблема на скринте, в Гранде. Там было 50 человек, и у многих был установлен KD-Connect, там проблема была не в безопасности, а в том, что... Кто к кому будет отправлять? ...нода обнаруживает, подключается к каждой ноде, и там Wi-Fi точка падала из-за того, что... ну каждый из каждой, там получалось около тысячи соединений, и Wi-Fi точка... Имеет ограничение на количество соединений. Ты спишь. Пока это не безопасно. Так... Собственно... А доклады у меня... ...прямо... ...вовремя сообщил. А что это все? Ну как бы ты вещаешь уже минут 30, или даже 40, и тут доклад... А, прошу прощения, 20 минут. И... Доклад у меня вот про это! Был. В общем, что я хочу сказать. Год назад выпустили KD-Trainworks. Ну, давайте посмотрим, что было до этого. Разумеется, были приложения, было окружение рабочего стола, они все использовали общие, некоторые библиотеки, которые все находились в одном пакете KD-Ellipse. И проблема... И все это выпускалось раз в полгода под названием KD Software Compilation 4. 4. Что-то там. Проблема в том, что вы велизы были только раз в полгода. Если вам нужно добавить какую-то функциональность в библиотеку, тогда в общую библиотеку и использовать ее в двух приложениях, например, или вы считаете, что это, в принципе, полезная функциональность, то вы ждете полгода. Это плохо. Еще плохо что непонятно. Вот вы пишете какое-то приложение, хотите использовать что-то из KD-Ellipse полезного. И получается, что вы тянете из KD-Ellipse. Вот. Собственно, на логере один человек написал, зачем мне кромбай? То есть, некоторые люди не хотят ставить приложение, которое тянут за собой KD-Ellipse, из-за того, что большой пакет, зачем ставить из-за небольшой функциональности большой пакет. Проблема с кроссплатформенностью. Просто Q4, он, например, плохо работал, то есть не был предназначен для Android, для мобильных устройств. И с качеством кода это вот та старая история, что все могут коммитить, не было никакого ревью и баги всплывали, я бы нахожу это сделал достаточно поздно. Про длинные ревизы я сказал. Что сделали? То есть, что у нас было? Был такой огромный блок KD-Ellipse, там были десятки библиотек, из них KD-Ellipse 5 не сделали, все это разбили на модули, назвали это KD-Framebox, и модули разбиты по категориям. Вот здесь чистые библиотеки, которые зависят только от Qt и от операционной системы. Дальше, следующий уровень, то есть, чем больше, тем больше у нас зависимости, зависимости только A, потому что снизу. Если мы идем влево, тогда там появляются runtime зависимости, то есть, если, вот здесь, например, модуль, библиотеки, который получает метадамы из файлов, называется KF-File MetaDec. Он использует плагины, потому что, и поэтому он находится в этом столбике. Это не просто библиотека, это такой шлюз для доступа к плагинам. Собственно, многие проблемы решены, все, которые я перечислил в том числе. Релизы теперь каждый месяц, то есть, можно быстро, для того, чтобы себе в своем приложении, чтобы похачивать, сначала выкатить это в KF-File MetaDec. Но, при этом, качество достигается постоянным ревью, перед тем, как выкоммитить, вы должны вывозить на ревью-борд, и кто-то обязательно должен проверить. И для разработчиков это удобно тем, что KD-Lips это такое название, которое ничего не говорит о содержимое. То есть, человек, который не знает про KD-Lips, его содержимое не найдет той функциональности, которая там на самом деле есть. теперь это больше 60 пакетов, которые имеют понятное название, например, как я сказал в KF-File MetaDator, человек видит пакет, он умеет извлекать метаданные с файлов, и использует его, потому что он тянет небольшое количество зависимости, и понятное его назначение. Что значит частичное расследование с Qt-File? При переходе с Qt-4 на Qt-File многие функции из KD-Lips добавили в Qt-File. Теперь объем входа, который необходим в KD-Lips, то есть в том, что сейчас называется KD-Preworks, он уменьшился. и во многих местах при репортировании приложений с KD-Lips-4 на KF-File вы просто вместо KD-Lips используете классы из Qt-а, и у вас все работает так же. Там немножко API поменялся, но это не очень сложно. Так, то есть получается, что у вас надо, ну ось какая-то, и здесь разделение теперь нет KD-Software compilation, есть отдельные релизы, которые приложение выпускается каждые 4 месяца, Plasma каждые 3 месяца, и Preworks отдельно каждый месяц. Что сделано на данный момент? Сейчас у нас октябрь, это вот где-то здесь, то есть, ну для меня важно было, что выпущен файловый менеджер Dolphin на основе KFI, то есть из тех часто используемых приложений еще на KD-Lips остался только окуляр, это просмотрчик PDF-ок и других многих форматов статических. И в ближайшем будущем вот эти проекты, о которых я на предыдущих сайтах рассказывал, они тоже будут выпущены. Кей-девелоп, 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 ну уже пообещали бета скоро, видимо, после бета скоро будет и релиз 5.0, кей-деконнект, по идее его допилели, не понимаю, почему нет релиза, коллегру обещают, ну поскольку в кикстартере есть определенные рамки, да, а кей-девелоп, обещали выпустить в декабре, можно ожидать, что коллегру выпустили в декабре. Ужиканно. А ты что-то пишешь? Я пишу... Ну в смысле предложения какие-то? С какими разработками работаешь? Такой вопрос. Я пишу плагин для ВКонтактов, какие-то плагин для чего? ВКонтакте. А, что за плагин? Экспорт подкодек ВКонтакте. Он немножко в таком замороженном состоянии, но у меня план по его переработке. Если у нас сейчас еще не поджимают время... То есть ВКонтакте сотрудничаешь? Нет. Я даже писал им письмо, что дайте мне официальные права на использование логотипа. Ничего не ответили. в общем... Это чисто по моей инициативе. В смысле? Ты делаешь контракты и вытаскиваешь? Ну то есть ты партиешь ВКонтакте? Наоборот. Он уже открытый API и ничего сложного... А, ты загружаешь его, да? Альбом не посмотрит? Альбом из них не посмотрит? Ну, из того, что сейчас есть, нет. А в дальнейшем будущем? В дальнейшем присоединяйся. Так, что у нас? А, собственно, почему так долго? Ну, много кода. Заброшенный код. Да. Ну, заброшенный код в том смысле, что, скажем, в калибре несколько проектов текстовый редактор как это называется? Векторные таблицы. Ну, это вообще нечистливый проект, прямо скажем. Удано предлагали брать OpenOffice Core, который выделяли очень долго, и поэтому надо делать калибре. Это еще были разговоры, когда появилась идея какого офиса, он не калибр был. Не знаю, возможно, но тогда уже разбежались разработчики. Они не разбежались, они как раз сказали, что OpenOffice сам будет очень долго разделять, даже сам как бы начала процесс разделения OpenOffice на OpenOffice Core и, соответственно, билетики. И, как бы, сказали, ну, нет, мы тогда уже свой движок напилим. Они, действительно, очень быстро напилили движок, а потом, как бы, всем интерес пропал, потому что OpenOffice в итоге все стали ставить. Ну, движок весьма неизвестный. И вот сейчас зачем они вот по калибру все это тащит с собой? Я так понимаю, когда есть OpenOffice Core, которого проще какой-то интерфейс рисовать нормально? Ну, на самом деле, дошло до того, что там мониторные остались у текстового редактора, он, человек, не очень активно разрабатывает, на самом деле. А активные проекты это упомянуты тегрита, и еще кекси, это аналог Microsoft Access, то есть формочки для доступа для запросов базда. Поднимите руки, кто умеет запускать Wayland и что-нибудь на Wayland может быть в фигуре или что-то? Что там умеет, поставил пакет? Ну, запускается. Я просто поставил, есть один человек, Мартин многокрестлин, он портировал, но я сейчас не буду рассказывать архитектуру Wayland он сделал возможным запускать кейвинг композитор и на нем запускается запускается приложение под KDE то есть Naked 5 но но у меня не запустилось надо набрать OpenSUSE и пытаться это делать я думаю они вроде как технологию сделали там есть такой-то отдельный спин на куче дисков которые есть диск делал у них там есть такой диск у меня было представление что Федори Федори есть там есть команда но но опускается проблема с Gnome просто как раз RedHunt очень целенаправленно взялся за этот проект и там все это довольно мило развивается в Gnome быстрее сделали поддержку поэтому нет сделали сначала кармин Wayland он очень долго полгода был только он потом в Gnome там же от Gnome зависит и пока не ждали покатав Gnome значит у KDE была огромная фора так все и осталось а Gnome не знаю что это не интересовался что нет никогда не интересовался это зачем ладно дальше пойдем StoryNotify это такая маленькая утилитка с помощью которой можно вот есть KeyNotifications но он работает только с Plasma уведомление только есть если вы работаете на Linux на плату с Plasma SnowNotify позволяет на всех платформах это может быть Linux, Windows, Mac можно отправлять пуш-мотификации на телефон еще какие-то способы отправки мотификации на мобильное устройство это просто отдельно либо это сейчас да это либо с плагином она чисто на QtFight по-моему выложена почему-то на гитхабе ну то есть это нестабильная вещь он сделал небольшую программку для того чтобы с помощью веб-камеры записывать видео сделать сфотки он подумал как бы прикрутить возможность заливки видео на youtube так чтобы в будущем можно было и другие другие сервисы для хостинга видео использовать и так он пришел к идее что нужен слой API а на самом деле для фотографии существует я говорю что это возможность выкладывания фоток и импорта фоток с разных сервисов что было в это была тоже библиотечка которая может вызываться из разных программ из просмотровщика изображений из пателита для снятия скриншотов вы вызываете библиотеку она может вызывать любой какой вы попросите плагин либо отправку куда-то либо импорт либо отправку по почте это плохо тем что можно работать только с изображениями API фиксируем довольно сложный тяжеловесный и если ну нельзя нажатием одной кнопки и все сразу выложить ага собственно а что сделать давайте тогда вот это будет последний слайд это человек придумал все сделать примерно так же только использовать вместо IP JSON и плагины теперь могут не только выкладывать что-нибудь не только фотографии выкладывать но и любой тип данных могут быть и патчи которые отправляются на review board и видео которые на youtube вкладываются в обычные тексты файлы которые на pastebin например идут а какие применения собственно вот это комбосса это название программы для съемки субкамеры k-develop в нем есть кнопочка для выкладывания батча вот вы хотите закоммитить что-то в гид нажимаете кнопочку commit он сначала предлагает вам окошко где вы пишете commit message но там можно еще не коммитить а выложить на review и это сделано с помощью плагинчика тут он не упомянут но возможно можно отправлять на review а собственно что оставалось давайте тогда уже кто хочет вопросы задаваться и а вы можете прислать эту презентацию мне на почту потому что я уже сейчас вообще ничего не способна воспринимать это это здушно это свежее на прошлом тесте все презентации мы соберем накладчиков в ближайших там пару дней и я их все выложу там на стеночке спасибо большое потому что очень интересно но я уже и вообще понимаю еще месяцев сначала есть вопрос вопрос а чем marvel вступает ну собственно а мне так мапшми это самое не самое плохое не смотри какая проблема что для мобильных приложений на Qt 5 нужно интерфейс заново писать там есть общий код который скажем скачивание с OpenStreetMap да это общий код его можно из достопного marvel переиспользовать для мобильной версии но весь интерфейс нужно заново а ведутся разработки или только в планах то на самом деле в marvel то есть в последнее время разработки особенно нет в смысле в мобильном приложении так что лучше бы не надеялись на него разработки ведутся в достопной версии например сделали недавно вектор отрисовку OpenStreetMap раньше все было в таких кубиках сейчас сделали и сейчас делают например отрисовку 3D моделей например для московского кремля есть OpenStreetMap это все хорошо но по роботам по лесным дорогам не учил делать? вообще больная тема то почему у меня стоит OSM and Plus а не Maps.me то есть у меня в городе пользуюсь а вот OSM and Plus когда едут к приятелю в его лесной доме потому что все дороги нарисованы но графку там не строят почему непонятно там связаны все нормально если хотите новый баг не могу доехать к приятелю дорога закончилась Россия закончилась по списку по списку приложений ну наверное плазма мобайл нужно рутить в телефон и ставить вместо андроида а можно запустить какой-нибудь вайл ой уему уему ну да по идее можно а сколько функционально каждого но очень не функционально то есть вот эти приложения кроме они практически ничего не нет амфебра она на доступе умеет рисовать двумерные трехмерные графики на телефоне только двумерные и видимо только график одной функции то есть это все в зачатку но месяц назад появился слайдик есть с ссылочками вот здесь есть футориал кминский android там есть шаговая инструкция как соединять приложение под android можете сами что нибудь написать попробуй раз а 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